МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. Все самое интересное за неделю в репортажах наших корреспондентов. В студии Сергей Суханов. В начале выпуска коротко о главных темах. Самое главное рыбалки – это терпение и рыбацкие удачи. Кто самый везучий? В Долинском районе в девятый раз прошли соревнования «Сахалинский лед». При наших нынешних зимних условиях идет промерзание грунта. В некоторых местах идет подвижка грунта. Тает снег, а вместе с ним асфальт. Дороги в Южно-Сахалинске опять требуют ремонта после холодного периода. Без нашей службы очень многие преступления. Просто не будет доказан факт наличия преступления. Без них работа полиции невозможна. На 1 марта свой праздник отметят эксперты-криминалисты. Общение с ним строго ограничено. Его обслуживает только один человек. Уже освоился, но еще боится. В Сахалинском зоопарке рассказали о медвежонке, который был спасен в конце прошлого года. Были очень сильные конкуренты. Но несмотря ни на что нам удалось выиграть. Вернулись с победой. Сахалинский хор «Гармония» занял первое место в мировом чемпионате. В Совете Федерации в Москве стартовали дни Сахалинской области. Профильные комитеты обсуждали на решение, каких вопросов необходимо направлять федеральные средства. Губернатор Валерий Лимаренко озвучил необходимость модернизации аэропорта Южно-Сахалинск и морских портов региона, а также проблему ветхих электросетей. Лимаренко обратился с просьбой перефинансировать модернизацию островной энергетической инфраструктуры на сумму 10 миллиардов рублей. Кроме этого, в очередной раз была поднята проблема ликвидации ветхого и аварийного жилья в Ахинском районе. Потому что строилось жилье временно. И люди жили раньше временно, потом остались на всю жизнь. И они живут в этом жилье, которое, что называется, нужно сносить. В таком жилье жить нельзя. И я вам сразу хочу сказать, что мы тут же поставили задачу увеличить вдвое жилищное строительство. Вот в первый год у нас был план 280 тысяч, сделали там 330. В этом году на островах сдадут 430 тысяч квадратов жилья. Затем в планах выйти на показатель 500 тысяч в год. А проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта областного центра будет готов к 2021 году. Сахалинский лёд 2020 – одно из самых массовых и весёлых событий этой недели. В устье реки Найба собрались свыше 600 рыбаков-любителей. Командами и лично они боролись за призы соревнований. В этом году для победителей приготовили 660 тысяч рублей. Кто стал быстрее, выносливее и удачливее остальных, расскажет Полина Булгакова. На улице минус 15, но рыбакам морозы и ветер не помеха. Внутри кипит азарт и жажда победы. За ней в Долинский район приехало около 600 любителей подлёдного лова. Сразиться на равных условиях им предложили как в составе команды, так и в личном зачёте. Чтобы всё было по-честному, в этом году усилили судейский штаб и ввели дополнительные правила. В прошлые разы за некоторыми участниками были замечены случаи жульничества. Самый распространённый – пронести на соревнования заранее пойманную рыбу. В этом году есть зона досмотра, где рыбаки должны пройти только с разрешённым количеством предметов. И поэтому не получится у них, я надеюсь, не получится у них пронести с собой рыбу. И сотрудники САХНИРО очень быстро определят, если рыба была у нас не поймана сейчас. Одним из самых красочных этапов, как всегда, стал командный зачёт. И всё благодаря рыбакам. Группы по четыре человека не только придумали название, но и выбрали заметную экипировку. Четыре человека, у нас ещё группа поддержки. То есть задумка такая, что мышки поедают сыр. Я, получается, как Микки Маус, а мои коллеги – это, получается, виды сыров, которые я должен поесть. А мышки – это мои спутницы, так скажем, которые мне во всём помогают. Кроме мышей на льду можно было встретить золотых рыбок, акул, морского царя и много кого ещё. Костюмы продумывали с учётом всех погодных условий. Ещё бы провести на льду предстояло около пяти часов. Но подстраховаться всё же пришлось. Организаторы приготовили для всех гостей блюда полевой кухни и горячий чай. А также сделали специальные палатки, где участники могли приготовить только что пойманную рыбу. Перед тем, как мы жарим рыбку, масло, которое налито в сковородочку, мы немножко подсаливаем, чтобы оно не горело. Соответственно, мука, соль перемешали. Рыба, очищенная от жабер, от головы, которая заморожена, не такая, а вот которую мы только поймали со льда, она прям тает во рту. Изумительно. Пока одни наслаждались приготовленным уловом, другие участники спешили на самую зрелищную часть соревнований – рыбацкий биатлон. Здесь уже каждый сам за себя. Насколько быстро добежишь до нужной зоны, пробуришь лунку и успеешь поймать на вагу на крючок, настолько выше твои шансы на победу. Весь пьедестал взяли сотрудники одной компании – «Сахалин Инжиниринг». Я участвую седьмой год подряд. Всегда мы в призовых местах, помимо командных состязаний, в личных также. Общий призовой фонд поделили между собой 19 человек в разных номинациях. Их выбирали по самой крупной рыбе, ярким костюмам, группам поддержки и другим категориям. Полина Булгакова, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Нет шанса остаться безнаказанным. Эксперты-криминалисты регионального УМВД каждый день исследуют улики с места совершенных происшествий. От банальных краж до убийств. Сегодня, 1 марта, они отмечают свой профессиональный праздник. К службе исполняется 101 год. Подробности работы одной из самых интересных профессий выясняла Дарья Янченко. Сначала можно подумать, что это картина из очередного российского сериала «Полицейских». Однако, все по-настоящему. Это экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Здесь происходит самое интересное. Проверяют все, что было изъято после совершенных правонарушений или преступлений. Вот, например, этот страховой полис, попавший в руки старшего эксперта Жанны Скоропада. Фальшивка. При производстве экспертизы проводится ряд исследований, в том числе визуальные и микроскопические. Данным исследованием было установлено, что документы не соответствуют бланкам оригинальной продукции, выпускаемой производством госзнак. Теперь на владельцы документа могут завести уголовное дело. А вот этот пулемет Калашникова участковые изъяли в Корсаковском районе. Все обстоятельства раскрыть правоохранители не могут. Для посторонних это закрытая информация. Сейчас мы осмотрим его, убедимся в том, что он не завяжен, не является боевым, опасным, потому что мы проводились с ним какие-то экспертизы. Отделяем магазин. Соответственно, проверяем. Есть ли патрон патронники? Патронные патронники есть. Специалисты сделают опись, фотофиксацию, проверят, подвергалось ли оружие переделкам или нет, напишут заключение и отдадут для дальнейших процедур коллегам, от которых и поступила улика. Есть у криминалистов и то, о чем знает, наверное, даже любой школьник, насмотревшись фильмов. Важный чемодан. Без него не обходится ни один выезд. Владлен Игоревич, вы сейчас открыли чемодан. Расскажите, для чего он нужен? Когда он используется? И, может быть, вы что-то нам покажете? Это чемодан эксперта-криминалиста. Он, получается, оказывает нам прямое содействие на осмотре места происшествия, а именно в раскрытии, наверное, преступлений и содействия следствию для дальнейшего расследования преступления. В этом чемодане у нас сложено, получается, все необходимое. Это наборы для объемных слепков. Также у нас тут имеется фотоаппарат. Это инструменты, предназначенные, допустим, для изъятия следов орудий взлома. А расскажите, что может быть вот это? Это, получается, у нас выступает как лупа, наверное, как осветитель какой-то. Перечислять все то, что есть в запасе эксперта-криминалиста, можно очень долго. Однако не каждый понимает, насколько важна работа этих профессионалов. Без нашей службы очень многие преступления, просто не будет доказан факт наличия преступления. 1 марта экспертно-криминалистической службе МВД исполнится 101 год. Можно без сомнения сказать, что отметят специалисты свой праздник на работе, чтобы раскрываемость преступлений в Сахалинской области только росла. Дарья Янченко, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Весна только наступила, а ежегодная проблема с дорожным покрытием в Южно-Сахалинске уже дает о себе знать. На ряде улиц областного центра многие автомобилисты заметили появление трещин, ям, волн и выбоин. Какова причина деформации и можно ли их избежать, расскажем в следующем сюжете. Тает снег, а вместе с ним и асфальт. Выражение, понятное каждому автомобилисту, обычно используется после прохождения зимних холодов. И неудивительно. Участок, где еще неделю назад было все ровно, успел превратиться в место, которое водители проезжают с осторожностью. Перекресток улиц Бумажные Ленина плывет каждый год. И каждый год его капитально ремонтируют. В этот раз, как и в предыдущие, полотно вздулось, просело, потрескалось, образовались ямы. А ведь оттепели, как таково, еще не было. Специалисты отмечают, причин этому явлению может быть сразу несколько. Начиная от климатических особенностей, заканчивая нарушениями при строительстве. Очень важная причина, одна из наиболее серьезных, это отсутствие ливневой канализации. Там, где ливневая канализация не справляется, либо вообще не устроена, конечно же, это будет застой воды. В течение года мы наблюдаем большое количество циклов замораживания оттаней. Это особенности нашего сахалинского климата. И здесь самое главное, конечно, это уделять внимание воду от воду. Специалисты лаборатории также указали на несвоевременность проведения аукционов для строительных компаний. Пройдя все необходимые процедуры, рабочие приступают к возведению покрытия ближе к середине лета, а заканчивают зачастую к поздней осени. Такие особенности тоже стоит взять на заметку администрации города. Что касается ремонта растаявших дорог, то к нему приступят только после оценки комиссии. Когда можно посмотреть хорошо полотно, мы проедем, визуально все осмотрим, составим план работы. И начиная с апреля, март, май месяц будут проведены работы по устранению дефекта дорожного полотна после зимы и весенне-зимнего периода. По предварительным оценкам специалистов администрации города, все дороги, подвергшиеся ремонту в прошлом году, достойно пережили испытания зимой. В этом году работы по капитальному ремонту дорожной сети продолжатся. Так, реконструкции ожидают около 20 километров участков дорог как в центральной части города, так и в планировочных районах. Кроме того, завершатся проектные работы по реконструкции автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Синегорск. На первом этапе дорожное покрытие обновят на участке от санаторного до путепровода. Полина Булгакова, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. А на Коммунистическом проспекте с дорожным полотном все в порядке. Осенью прошлого года здесь уложили новый асфальт и тротуарную плитку. Несмотря на то, что зимний сезон еще не закончился, модернизация улицы продолжается. Установлены новые автобусные остановки и дополнительный светофор. Подробности расскажет Владимир Ильин. Даже толстый слой снега не может скрыть достоинств одной из самых красивых улиц областной столицы. Помимо ремонта полотна и пешеходных зон, прошлой осенью здесь полностью заменили столбы освещения. А силовые кабели, питающие их электричеством, убрали под землю. Жители города уже успели оценить по достоинству проделанную работу. Не, ну хорошо сделали. Как бы я здесь живу, я знаю. Сделали хорошо, приятно. И еще раз повторяю, посмотрим, как это все вылезет по весне. У нас все проблемы по весне. Плитку можно было, конечно, чуть получше уложить. Есть там небольшие косяки. И опять-таки, посмотреть весной, потому что в Москве немножко по-другому ее укладывают на другую основу. Оно может просто весной поплыть. А так все достойно, прилично. Увеличенная пешеходная зона уже успела стать любимым местом прогулок жителей и гостей Южно-Сахалинска. Благодаря дополнительному пространству весной здесь появятся клумбы с цветами. А новые фонари позволяют жителям безопасно и с удовольствием гулять в вечернее время. Освещение хорошее, все видно. Если честно, я на дорогу не смотрела, но вижу, что постелили асфальт. Главное, чтобы чистили, и скользко не было. Конечно, благоустройство города за последние три года, которые я здесь проживаю, значительно прогрессирует. Как вам компроспект после осеннего ремонта? Плитка тротуарная, дороги? Нет, еще не видно плитки, снег слежит. А то, что улицу расширили, правильно сделано? Конечно, хоть нам немножко пройти. Благодаря расширению проезжей части работы по уборке снега не мешают транспортному потоку. Уже совсем скоро пешеходную зону дополнят скамейки и элементы декора. Владимир Ильин, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. В Тамаринском доме-интернате для пожилых граждан и инвалидов большие перемены. Здесь значительно улучшили материально-техническую базу. Прежде всего, капитально реконструировали само здание. Полностью обновили фасад, благоустроили и оградили территорию. Что еще сделано для пожилых людей и волею судьбы оставшихся без попечения близких, расскажет Вера Рудакова. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Проект «Активное долголетие в действии». В доме-интернате «Доброта» занятием физкультурой и спортом всегда уделяли повышенное внимание. Но в последнее время делать упражнения стало особенно приятно. Зал оборудован по всем современным стандартам. Здесь и профессиональное напольное покрытие, и зеркала, и тренажеры. Теперь постояльцы идут сюда с особенной радостью. Охотно. Охотно иногда даже ждут. Зовут, сами приходят. Если я занята, они меня сами ищут, приходят. Давайте заниматься. То есть, они всегда за, всегда рады. Заставлять не приходится? Нет. Нет, никогда не было такого, чтобы заставляла, чтобы тащила куда-то. Нет, такого не было никогда. В спальных помещениях комфорт и порядок. Люди преклонного возраста живут по двое или по трое, некоторые по одному. У них есть возможность заниматься своим хобби. Читать, разводить цветы. Клара Ишимбаева всю жизнь трудилась в детском саду. И сейчас помогает персоналу, чем может. У нас тут никто не заставляет делать то, делать то. Кто что может, кто что хочет. У кого есть какое желание чем-то заниматься. Оливтини Михайловой скоро 90, но она бодра, полна юмора и оптимизма. Очень любит вязать крючком. В комнате полно ее изделий. Подушечки я из дома привезла. А это вот все здесь вязала. Делать нечего, я и вяжу. Про нечего делать, это, конечно, шутка. Досугу постояльцев здесь уделяет огромное внимание. Интеллектуальная игра «Эрудит» проходит регулярно. Организаторы используют версию, специально адаптированную для пожилых. А для спортивного азарта приглашают команды из города. Им очень нравится. Они готовятся к этим мероприятиям, подчитывают книжки. Ну, я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Как бы оно подстегивает, заставляет думать, двигаться и жить дальше. Для желающих развиваться и узнавать новое оборудован современный компьютерный класс. Есть интернет. При желании можно участвовать в вебинарах. Коридоры и холлы полностью приспособлены для людей с ограничениями. Проемы расширены специально, чтобы проезжали колясочники. Для слабовидящих указатели, выполненные шрифтом Брайля. В этом году позитивные изменения продолжатся. Планируем в текущем году капитальный ремонт. У нас мероприятие по адаптации здания для маломобильных групп населения. Это адаптация территории и внутри помещения. То есть будут приобретены тактильные схемы, мнемосхемы, планы эвакуации для слабовидящих. Будут продолжать благоустраивать и территорию. Уже завезли землю, в которую весной планируют высадить саженцы-сирени. Вера Рудакова, Сергей Салихов, Телекомпания УТВ. Студенты Сахалинского госуниверситета первыми открыли череду мероприятий по поводу празднования Масленицы. На свежем воздухе команды преподавателей и студентов посоревновались в скорости приготовления блинов. За всем наблюдала наша корреспондент Олеся Львова. Песни, пляски и множество угощений. Блинный конкурс в масленичную неделю – традиция Сахалинского госуниверситета. Каждый год студенты с особым рвением вступают в кулинарную гонку между факультетами. Студенты жарят русские угощения на скорость. Здесь чем выше стопка получится, тем лучше. Но при этом качество никто не отменял, поэтому ребята стараются в суматохе не сжечь блины. Но запах, я вам скажу, здесь манящий. Привлекает и вид готовых блюд. На жарку блинов участникам отводится полчаса. Главные условия – никаких толстых капкейков и заранее принесённых из дома заготовок. Только тонкие ажурные угощения, приготовленные с любовью и на свежем воздухе. Побороться за первое место приглашают и другие учреждения. Например, в этот раз свои плитки расчехлили ребята из колледжа искусств. А китайские студенты из Харбина смотрят на происходящее с неподдельным восторгом. Праздник масленицы для них в новинку. Последние наставления русских однокурсников и дебютный блинный переворот. Для меня это всё очень интересно и необычно. Таких праздников я никогда не видел. Русские блины похожи на китайские, но немного другие. У каждого участника свой фирменный рецепт. От этого и вкус у блюд особенный. Я добавляю туда ванилин, три яйца, мука, сахар, всё как обычно. Меня ещё научил, помню, этому дедушку в семь лет. Привезла его из Тюмени когда-то давно-давно. Готовится он из обычных продуктов. Два яйца, молоко, сахар, соль, сода. Но так как это всё-таки конкурс, ребята готовились к нему заранее. Прорабатывали идеальную рецептуру и жарили блины дома на скорость. На пары пришли с готовым тестом. В итоге нажарили угощений на славу студенты Политехнического колледжа. Жюри конкурса без колебаний назвали их королями блинного чемпионата. Олеся Львова, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Осенью прошлого года в СМИ появилась информация о медвежонке в свободно разгуливающем у моря в Омском районе. Тогда выяснилось, мамы у малыша нет, а добывать пищу самостоятельно животное не может. Наша съемочная группа отправилась к нынешнему месту обитания Косолапова и узнала, как проходит его реабилитация. Вот уже полгода этот малыш живет на территории карантина. Попасть к нему, как это было в ноябре, мы сейчас уже не можем, потому что каждый визит незнакомого человека откатывает работу зоотехника на неделю назад. Сейчас он уже играет и хорошо питается, а ведь еще пять месяцев назад это маленькое испуганное животное боялось выйти из самого темного угла в вольере. Малыш тогда был обнаружен в Омском районе местными жителями. Оставшись без мамы и не умея добывать себе пищу самостоятельно, он пришел полакомиться мусором и останками птиц на побережье. Месил медвежонок в два раза меньше нормы. Косолапова спасли сотрудники Минлесхоза и Зоопотанического парка. Ветеринарная служба с заботой и любовью опекает сироту. Так как мамы рядом не оказалось, медвежонок в этом году скорее всего не впадет в зимнюю спячку, потому что этому его должна была научить мама. В спячку медведь тогда так и не впал. Поместив в санитарную зону, его вылечили, помогли набрать необходимый вес и постепенно приучили организм к нормальному питанию. Более того, специалисты зоопарка используют своеобразные практики, чтобы он понимал, еда не дается просто так, а логово нужно делать самостоятельно. Мы попробовали все-таки прятать еду по различным точкам вольера. Он это довольно-таки усвоил хорошо, находит. Мы завезли елок с продаж, чтобы зимних много. Мы ему нарубили веток и, в принципе, он сам начал как-то себе организовывать гнездовья. Носить их, вытаскивать, укладывать. Периодически мы ему просто берем ее, разбираем и опять заставляем его переукладывать, чтобы он понимал, допустим, где сено, где ветка. Опираясь на практики центров реабилитации диких животных из других регионов, малыш общается только с одним специалистом. Так медведю комфортнее привыкнуть к окружающему миру и соседству с человеком. Сейчас региональным мель-лесхозом решается вопрос о возвращении мишки в естественную среду обитания. Произойдет это не раньше мая. Полина Булгакова, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. В первую неделю марта сахалинцы готовятся к поздравлениям прекрасной половины человечества. На протяжении всей истории женского праздника самым популярным подарком в этот день являлись живые цветы. Как правильно выбрать букет и зашифровать в нем послание, не сказав ни единого слова, узнавал мой коллега Владимир Ильин. Белые, красные, желтые и даже черные. В преддверии 8 марта на полках цветочных магазинов областной столицы ассортимент увеличивается в разы. Большинство мужчин при покупке букетов не задумываются о том, какое смысловое послание может нести такой подарок. В первую очередь цветы подарю, приглашу в ресторан на ужин. А традиционно какие цветы дарите? Ну, розы традиционно. А вообще слышали о таком понятии как язык цветов? Слышал, но не знаю. Красная роза будучи королевой цветов является самой популярной из всех. Ее общепризнанное значение глубокая любовь и привязанность. Белые же ассоциируются с невинностью и чистотой помыслов. Пожелать богатства, успеха и процветания можно презентовав растения с желтыми лепестками. Но некоторые в этот особый день предпочитают дарить любимым необычные букеты. Составить хорошую композицию островитянам помогут профессионалы. Составляющий букет это может быть опять же какой-то нарцисс, тюльпан в перемешку добавить лизиантус, например, астильбу какую-то. В целом создать такое вот что-то весеннее, праздничное, торжественное, скажем так. До наступления праздника остаются считанные дни. Не так важно количество цветов, стоимость и размер подарка. Самое главное это рассказать о своих чувствах и проявить внимание к прекрасной половине человечества. Незнакомый мужчина когда вам дарил цветы в последний раз? О, вы знаете, очень давно. Очень давно. Это вам. Я поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю счастья и здоровья. Подняли настроение. Спасибо огромное. Это очень приятно. Здравствуйте. А когда вам последний раз цветы дарили? Скажите, пожалуйста. 25 ноября. Ясно. Это вам. С праздником, с наступающим. Счастья, здоровья. До свидания. Владимир Ильин, Дмитрий Кляровский, телекомпания ОТВ. Из Санкт-Петербурга с победой вернулись воспитанники Южно-Сахалинской детской музыкальной школы номер один. Участники международного чемпионата привезли главный и специальный призы. В аэропорту их встречали родственники, друзья и наша съемочная группа. Еще вчера они выступали на петербургской сцене. А уже сегодня на сахалинской земле уставшие, но счастливые юные вокалисты гордо показывают свои награды и делятся впечатлениями. Мы в первый раз участвуем в подобных конкурсах. Мы надеялись победить и мы заняли первое место. Мы выиграли специальный приз «Восходящая звезда». Были очень сильные конкуренты, но несмотря ни на что нам удалось выиграть. чтобы получить путевку в финал хор прошел немалую подготовку и несколько отборочных туров. В чемпионате приняли участие 19 коллективов из разных городов России Сыктывкара, Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга и многих других. Очень высокий уровень и я думаю, что жюри действительно было сложно сделать выбор, потому что пели хорошо все. Замечательно. Мы послушали столько музыки хоровой, настоящей, в хорошей акустике, в хороших залах, где звук летит. Здесь мы, но у нас нет такой возможности. Там мы услышали, как мы звучим сами в первый раз. Хор «Гармония» впервые участвовал в чемпионате такого уровня. В конкурсную программу необходимо было включить сочинение композиторов разных стран различных эпох и стилей. Мы все снимали, мы смотрели, мы молили за них. Мы, честно говоря, такого результата не ожидали, потому что Сахалин-Сахалин, а тут в Санкт-Петербурге наши дети просто всех покорили на этом конкурсе. Сахалин на престижном конкурсе в городе Наневе представляли 23 участника средних и старших классов и три педагога. Поездка состоялась благодаря финансовой поддержке администрации Южно-Сахалинска. Ангелина Шевченко, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова